Французская революция Французская революция — явление абсолютно уникальное и в европейской истории, и в общем-то в мировой истории. С точки зрения фактов это даже не всегда просто уловить, потому что, ну что такого уникального? Казнили короля, установили республику. Это было вполне, это было в Англии в годы английской революции. И короля казнили, и республику устанавливали. И не случайно во Франции правил людей к 16-й тогда. И у него была настольная книга «История Карла I английского». Он смотрел на английский опыт, чтобы его не повторить и не взойти на эшафот. Велась политическая борьба, казнили людей. Ну тоже это в истории было. Написали конституцию, несколько конституций. Французы прекрасно знали, что американцы написали конституцию для отдельных штатов и после войны за независимость. То есть вот по событийной конве значение революции трудно даже уловить. Но одновременно были вещи, которые делали французскую революцию совершенно уникальной. Во-первых, это первая революция, которая обращена в будущее. Потому что до того, в средние века, ведь слово революция что значило? Это революция, то есть возвращение в исходную точку. Планета совершает круг, начинается с некой точки орбиты, совершает круг и возвращается в исходную точку. И говорили, планета совершила революцию. Говорили, больной пережил революцию. То есть не октябрьскую революцию пережил, а больной болел. Потом был, как мы сегодня говорим, кризис. И вот в итоге больной пережил революцию. И это не чисто филологическая особенность. В годы той же английской революции все старались вернуться в прошлое, и король, и парламент, который с ним воевал, в то славное прошлое, когда Англия была великой державой и так далее. Французская революция первая, которая поставила своей целью, как привычно для нас, говорить, мы наш, мы новый мир построим. Вот это, конечно, сделала французская революция первой. На основе того, что писали просветители. Им очень верили, образованные элиты, конечно. И казалось, что нужно принять ряд каких-то правильных законов, написать правильную конституцию, перестроить страну, и вот тогда наступит счастье. Вот этим, собственно, французская революция занималась. То есть, если говорить современным языком, то страна была полностью переформатирована. Раньше были провинции, вот те самые привычные для нас, Бургунди, Нормандия, Шампань или Прованс. У каждой провинции были свои обычаи, свои привычки, языки, говоры. На границах провинции стояли таможни, то есть проехать беспошлино, провести товар было нельзя. И часть провинции, вообще даже жителей провинции не считала себя французами. Они говорили, ну там у них во Франции какая-то революция, а нам чего в это лезть. Вот эта революция изменила полностью. Провинции отменили, на месте провинции появились 80 с лишним департаментов, более-менее равных по количеству населения. Названия провинции ушли в прошлое, и департаментам дали названия по географическим привязкам. Сена и Марна, Верхние Альпы, Монблан и так далее. Значит, кроме этого, была поставлена цель бороться вот с этой независимостью провинции, поэтому все департаменты обладали совершенно равными правами. Была поставлена цель, чтобы все говорили на французском языке. Ну, понятно, что реализовать это за год, за два или за десять нереально, но путь, который для этого был обозначен, он появился в годы французской революции. Это начальная школа и средняя школа. То есть школа должна научить детей говорить правильно, школа должна воспитать гражданина будущей Франции. Век с лишним за это боролись, в конце XIX века эта система заработала в полной мере. Ну, вот уже с того момента была поставлена задача, чтобы французы говорили по-французски. До этого француз, который отправлялся из Парижа куда-нибудь в Монпелье, он считал себя просто иностранцем, он ничего не понимал. Это есть в воспоминаниях от XVII века, когда один французский драматург писал, что он как московит не понимает ни слова из того, что ему говорят на улицах. Это сделала, конечно, французская революция. Значит, кроме этого, французская революция полностью покончила со всем делением, ну, насколько это было возможно, со всем делением французов, чтобы создать единый французский народ. Или, как тогда говорили, единую французскую нацию. Не случайно нация была, и в Англии была нация, и было понятие французской нации. Ну, вот нация в современном смысле слова, со всеми вытекающими, с национализмом, с шовинизмом, это, конечно, творение французской революции. И было провозглашено равенство, полное равенство, но перед законом. То есть говорили как? Понятно, что умный не будет равен глупому, сильный не будет равен слабому, но перед законом все должны быть равны. И французская революция отменяет все, что нация уделила. Отменяет сословия, отменяет дворянские титулы, отменяет ремесленные цехи, отменяет корпорации, все это было отменено. И появился принцип выборности. То есть при старом порядке, как стали называть то, что было до, господствовал принцип назначаемости на должности. Ну, суверенитет у короля, король назначает на все должности, часть должностей продается. Значит, теперь появляется понятие суверенитет нации, и на все должности выбирают, вплоть до епископов, то есть даже на церковные должности. Ну, впоследствии, конечно, это все корректировалось. Вообще, часть просветителей писала, что голосовать должен весь народ. Нереально, значит, народ принимал законы, народ избирал представителей, там, те принимали законы. Потом при Наполеоне, ну, Наполеон, конечно, часть революции, его не оторвешь. Потом при Наполеоне появилась идея о том, что государство назначает своих должностных лиц, префектов. Это все дожило до сегодняшнего дня, чтобы контролировать как-то то, что происходит на местах. Но, в общем и целом, принцип выборности восторжествовал. И начал реализовываться принцип, который получил название меритократия. То есть править должны лучшие. Лучшие по способностям, лучшие по талантам. Никакая европейская страна этого не провозглашала. Непонятно, может ли какая-то страна вообще этого добиться, поскольку всегда будет какая-то борьба между людьми. Но французы это провозгласили, стали притворять в жизнь. С Наполеона это пошло. Ней, сын Бондаря, маршал Ней, маршал Мюрат, сын трактирщика. Никого это не волновало. Ни происхождение не играло свою роль, ни богатство, ни какие-то другие достоинства. Назначали по талантам. В идеале, конечно. Потом Франция примерно за век выстроит специальную систему под это. И сегодня, если вы хотите занять многие государственные должности, вплоть до школьного учителя, вы должны проходить конкурсы, вы должны сдавать экзамены. То есть на уровне официальной идеологии на должности назначаются лучшие. И вот таких фрагментов в истории французской революции очень много. И в целом они формируют, в общем-то, французскую политическую систему. Причем сегодняшнюю. То есть если для нас октябрьская революция, событие, которое было неизвестно когда, а уж французская была 225 лет назад, даже больше, и у нас нет вот таких вот событий, которые были бы столь важны, то для Франции французская революция, тоже совершенно официально, на уровне официального дискурса, это событие основополагающее. И это не просто идеология, это действительно живет в головах рядовых французов, но их воспитывает все та же школа. Вот когда возникает какой-то скандал на религиозной основе или еще какой-то, всегда говорят, это покушение на республиканские ценности. Это ценности французской революции, они были заложены, и менять их нельзя ни в коем случае. Ну, естественно, революция — событие, основополагающее во многом не только для Франции, для всей Европы. В 92-м году начинается война, никто, конечно, не мог себе представить, Франция сама ее начинает, что война продлится 20 с лишним лет, до 1815 года, 30-летней войной даже иногда называли ее современники, то есть революционные войны перерастут в Наполеоновске, и будет выстроена после Венского конгресса, будет выстроена Венская система, 1815 год. Карта Европы изменится, изменятся принципы, которые положены в основу международной политики, и спорят историки, сколько эта система прожила в изначальном виде, 10 лет, 15 лет, 20 лет. Но есть очень любопытный факт, что 19-е столетие оказывается самым мирным из всех предыдущих, то есть некую систему по итогам революции международную все-таки смогли построить. Ну и значение для всего мира, которое не ограничивается ни Францией, ни Европой. Во-первых, принцип 1989 года, как принято говорить во Франции, это то, что является сегодня основой, аксиомой европейской политической модели. Свобода, равенство всех перед законами, презупция невиновности, закон един для всех, это все остается базой, народный суверенитет, все должны избираться. Это остается базой и европейской политической модели, и американской политической модели, и оттуда уже распространяется на весь мир. Если взять идейные течения, которые задавали координатную сетку для событий в Европе и тоже во всем мире в 19-20 веках, либерализм, социализм, консерватизм, коммунизм, что угодно, все ищут и находят себе предшественников именно в годы Французской революции. То есть все ведут свои истоки именно оттуда. Любая революция практически 19 века поверяет себя по революции французской. Ну и не только 19-го, ведь Октябрьская революция уже 20-й век, начало 20-го века. И для Октябрьской революции французская была совершенно официально признана, это есть тоже в официальных выступлениях, революцией прототипом. То есть вот то, что происходило во Франции 200 лишних лет назад, стало прототипом для того, что происходило совершенно в иных условиях и абсолютно в иной стране, причем прототипом очень-очень на многих уровнях. Начиная от лексики, те же самые комиссары нам привычные, они появляются в годы Французской революции. И кончая тем, что во время революции Октябрьской постоянно следили, а вот какие этапы прошла французская, а как в ней шла политическая борьба, а вот у них террор и у нас террор, а будет ли у нас тормидор. Это официально обсуждалось на уровне Центрального комитета партии, на уровне крупнейших партийных деятелей. Вот такое, пожалуй, значение Французской революции для XIX века, для XX, для Франции, для Европы и для всего мира. Если посмотреть причины Французской революции по учебникам, и сегодняшним учебникам, и по старым учебникам, то все получается очень просто. Все плохо. Ну, как Ленин учил обострение выше обычного нужды и бедствия внетенных классов, верхи не хотят жить по-старому, низы не могут, крестьянство голодает, люди умирают от голода, чуть не на улицах падают, в стране кризис, все чудовищно, и вот только революция, да, абсолютная монархия, самодержавие практически, и вот только революция может этот гордий узел разрубить. И эта схема, на самом деле, очень стройная. Если подключить к ней классовую борьбу, как писали, это межформационная революция, переход от феодализма к капитализму, буржуазия растущая, экономически процветающая, берет власть и вот строит буржуазное государство. Схема необычайно удобная для объяснения, и французская революция, ее причины становятся чрезвычайно понятными. Плохо только одно, что она никак не сочетается с фактами, то есть абсолютно вот ни одной своей стороны. Если посмотреть на Францию 18 века и второй планеты, то это мощнейшая европейская страна, уступающая только Англии. Страна огромная, 25-27 миллионов человек населения, ну в Англии для сравнения 10,5 миллионов только на рубеже 18-19 века, а во Франции 7 прибавилось только за 18-й. Страна, которая с развитой промышленностью, промышленность вырастает несколько раз за 18-й век, внешняя торговля в 4 раза, становится модно покупать французское, по всей Европе покупают, неважно, это духи, кружево, одежда, мебель, зеркала, оружие, все что угодно. Французский экспорт идет во все страны Европы. Эта страна чрезвычайно популярна с точки зрения культуры. Ну то есть и по населению, каждый пятый европеец француз, но и по влиянию культуры. Ну то, что у нас дворянство говорило на французском, все знают, но Фридрих Второй Прусский на немецкий переходил только в силу необходимости, а так вообще он говорил и писал по-французски. То есть влияние страны гигантское. И монархия не получается вот такой вот угасающий. Век Людовика XIV только-только закончился. И опираясь на этот самый век Людовика XIV, монархия перестраивает города, французские города очень сильно преображаются в XVIII веке. Монархия занимается торговлей, монархия занимается культурой. Монархия, конечно, не самодержавия, как у нас нередко писали и перед Октябрьской революцией писали. Монархия абсолютная, да, безусловно, но абсолютная в европейском понимании, с множеством ограничений. И тогда что? Вообще, так сказать, никаких причин нет для французской революции, если все так процветает и все хорошо. Проблемы есть. Ну, проблемы есть у любой страны. Они есть у Франции в XVIII веке. Другое дело, что в большинстве этих проблем трудно увидеть действительно причины революции. Проблемы с сельским хозяйством. Безусловно. Сельское хозяйство отстает, от английского отстает, и Францию с трудом кормят. Эта проблема была. Крестьяне, конечно, от голода на улицах не умирают, и, в общем, живут часто не хуже, чем в других европейских странах, а платят чаще и меньше. Но крестьяне испытывают определенное недовольство той системой, которая есть. Французский крестьянин давно уже, много веков, не крепостной. Французский крестьянин привык считать землю своей собственностью, он может ее продать, он может ее подарить, он может ее завещать. Но одновременно действует средневековый принцип «нет земли без сеньора». То есть французский крестьянин обязан платить сенериальные повинности, обязан соблюдать сенериальные права. Это раздражает. Это раздражает. Те бунты, которые будут в XVIII веке, это часто как раз бунты против сенериального порядка. Буржуазия, конечно, не та буржуазия, которая у Маркса. Буржуазия еще средневековая, бюргерство. Но если взять ту буржуазию, которая у Маркса, то ее проблемы спокойно решаются без революции. И эта буржуазия, конечно, мечтает анаблироваться, то есть получить дворянское достоинство и против монархии уж ни в коем разе не выступает. У дворянства есть проблемы. Дворянство беднее. Дворянство мечтает, чтобы королевская власть ему помогала. Дворянство мечтает получать должности от короля. Но тоже было бы странно, чтобы дворянство мечтало о революции. Но дворянство хочет что-то изменить, что-то подкорректировать. Прежде всего, почему? Рядом Англия процветающая, выигравшая у Франции почти все войны в XVIII веке. И дворяне как начинают говорить? Ну там, смотрите, монархия ограниченная. Там конституционная монархия. Монарх правит в согласии с дворянством. Может быть, и нам нужно тоже что-то подкрутить в этом механизме, чтобы у нас король тоже слушал дворян. Но это реформа, это все-таки не революция. Духовенство. Вообще во Франции было три сословия. Официально, как во многих других странах. Первое — сословие — духовенство. Второе — дворянство. И третье — сословие — все остальное. Духовенство. Тоже есть свои проблемы, но ничего столь критичного, столь радикального. Где основная точка противоречия? Где основной узел проблем? Ну, фактически, таких точек две. То есть, есть конкретная ситуация. Революция официально начинается в 1789 году. Есть конкретная ситуация второй половины 80-х годов. Экономический кризис. Заключили очень неудачный торговый договор с Англией. Хлынули дешевые английские товары. Все-таки в Англии промышленная революция уже начинается. Чрезвычайно неблагоприятные погодные условия. Реки замерзают. Виноград мерзнет. Посевы бьет град. Ну, то есть, все собралось в одном месте. Но уникального ведь ничего в 18 веке и в 17 веке отдельные провинции Франции не раз испытывали голод, не раз испытывали проблемы. Но это нормальная жизнь любой европейской страны на излете Средневековья. Узел проблем – проблема финансовая. У французской монархии ко второй половине 18 века денег уже все меньше. К 80-м годам их практически не остается. Ну, бюджетов государственных раньше не было. Где сводили доход с расходом, французы начали этим заниматься только уже ближе к революции. И когда стали смотреть, то выяснили, что доходов критично не хватает. Не хватает их не потому, что особенно расточительный король, как говорили, или там королева тратит на свои наряды. Не хватает их по двум причинам. Первая причина – чрезвычайно неудачная внешняя политика. Все войны практически Франция проигрывает. Ну, или, по крайней мере, не выигрывает после Людовика XIV. Эти войны, естественно, требуют расходов, доходов не приносят. И вторая причина – американская революция. Французы, посчитали современные историки, французы потратили на поддержку американской революции, ну, естественно, в пику Англии, не столько из любви к американцам, потратили на поддержку американской революции три расходных части бюджета на 1788 год. То есть на одну американскую революцию ушло втрое больше, чем вообще Франция могла за один год потратить. Естественно, что, ну, а бумажных-то денег нет, значит, деньги из драгоценных металлов, приходилось брать займы. И вот к второй половине 80-х годов, даже к началу 80-х годов, пришла пора платить проценты по займам. И те, кто занимался французскими финансами, естественно, королю сказали, «Ваше Величество, это невозможно, нужна реформа». Нужна реформа финансовая, ну и хорошо бы под это дело провести реформы управления, вообще подкорректировать вот эту систему, традиционную, старую. Ведь Франция как лоскутное одеяло версталась у провинции своей привилегии, у сословий своей привилегии, у отдельных категорий граждан своей привилегии. Хорошо бы это все унифицировать. Почему так? Почему нельзя подкорректировать что-то в деталях? Потому что, как мы сегодня говорим, налогооблагаемая база, она не может быть изменена. Эта земля, основной налог поземельный, но этот основной налог средневековый, он изначально платился на ведение военных действий. И изначально по средневековой традиции его не платило дворянство, оно платило его кровью на полях сражений, и не платило духовенство, поскольку сословие мирное. То есть, его платят только третьи сословия. А от косвенных налогов все уклоняются по мере возможности, потому что нет единого косвенного налога. Значит, если в одной провинции он есть, в другой нет, то нарастает контрабанда. Поэтому королю предлагали что? Взять и всю систему изменить. Ввести единое налогообложение для всех, дворян, бюргеров, священников, неважно. Но по традиции французской монархии, и это, в общем, показатель того, что это далеко не самодержавие, и это абсолютизм сугубо французской, французские, не было разделения властей, его никогда не было, король суверен, глава государства, но было, как говорили тогда, раздробление властей. Любой королевский эдикт, в частности, по налоговым проблемам, он должен пройти через парламент или парламенты. А французский парламент — это не английский парламент, это не выборные депутаты, депутаты, это судебный орган, членов парламента назначали, должности их продавались и наследовались, и юристы должны были, как тогда говорили, верифицировать эдикт, то есть посмотреть, чтобы он соответствовал предыдущему законодательству, соответствовал традициям французской монархии и ее основным законам, а парламенты во второй половине XVIII века в основном дворянские. И вот эти дворянские парламенты, они, конечно, встали насмерть. Они сказали, Ваше Величество, нет, это традиция, изменить это невозможно, хотите — собирайте генеральные штаты. Генеральные штаты — давно забытый орган средневековый, с начала XVII века не собирался, сословное представительство. И оно, да, имело право решать финансовый вопрос. И когда монархия оказалась загнана в угол, король понял, что его авторитета не хватает, чтобы провести эту реформу, король дает согласие на созыв генеральных штатов. А генеральные штаты по традиции голосовали так — одно сословие, один голос. То есть сколько бы ни было депутатов, один голос у дворянства, один голос у духовенства, один голос от третьего сословия. Ну, естественно, дворяне рассчитывали, что штаты будут управляемы. Среди священников много дворян, а третьего сословия часто посылают дворян, потому что крестьянин понимает, он не может в Версале с королем говорить на равных. Но когда объявили о созыве генеральных штатов в 1988 году, то ситуация полностью вышла из-под контроля. Начали составляться наказы депутатам, фактически рухнула цензура, огромное количество памфлетов, газет, выступлений было. Тут же появились люди, которые, естественно, стремились и свою выгоду какую-то получить от этой ситуации. И правительство фактически перестало эту ситуацию контролировать. И более того, когда собрались генеральные штаты, даже еще накануне их созыва, все-таки эпоха просвещения, не 17 век, появились следующие разговоры. А генеральные штаты — это что? Мы же в 18 веке живем, просветители как нас учили? Всем должна управлять нация. Значит, они, в общем, как бы представители нации. А нация — это кто? А нация — это третье сословие. Во-первых, третье сословие — больше 95% населения. А во-вторых, третье сословие — те, кто реально трудится и создает, как мы говорим сегодня, материальные ценности. И в этой обстановке, когда собираются генеральные штаты, и король мечтает быстро провести через них финансовую реформу и на этом дело закончить, то представители третьего сословия говорят, нет, ничего подобного. Мы объявляем себя национальным собранием, учредительным собранием, мы даем стране конституцию, и мы меняем всю систему управления страной. И одновременно начинается широчайший общественный подъем. Король не решается подавить, применить войска, потому что у него есть опыт Карла Первого английского. Он объявил войну парламенту и закончил на Ишафоте. Поэтому французский король пытается договариваться. И в этих условиях начинается брожение в народе, начинается брожение в деревне. И официальная дата начала революции — 14 июля 1789 года. Восставшие парижане берут штурмом королевскую тюрьму Бастилию. Это, конечно, символ. Охраняли ее инвалиды в основном, и там было меньше десяти заключенных. Но это был символ вот этого абсолютизма, этой абсолютной монархии. И есть такая историческая байка, когда прибывает курьер в Версаль, и короля будет, сообщают ему о взятии Бастилии, то якобы король растерянно говорит, это что, бунт? И ему отвечают, нет, Сир, это революция. Вот так началась французская революция. Прежде всего, до начала французской революции никто не думал, собственно, о революции. Ну, или мало кто думал. Думали, конечно, о реформе. Как в XVII веке, в эпоху научной революции, ученым казалось, что мир может быть познан, и могут быть выявлены его законы, и могут быть выявлены законы природы, также в XVIII веке, в веке просвещения, ученым, философам, публицистам казалось, что можно познать законы общества, выявить их, и потом преобразовать общество на основе вот этих позданных законов. Вот это, собственно, те амбиции, которые были перед французской революцией. И это амбиции не только французских философов, это общеевропейское явление, но во Франции к этому добавлялась и своя специфика. Во-первых, во Франции появились люди, которые мечтали преобразовать не только общество, то есть не только провести реформу сверху, но и реформировать саму королевскую власть. Причин тому было множество. Одна из них — падение авторитета монархии, другая — то, что Франция проигрывала Англии и в экономическом, и в военном соревнованиях. И появились уже и отдельные люди, и группировки, которые вдвигали эти идеи. И вторая особенность — эпоха просвещения, она заставила заработать, как мы сказали бы сегодня, межсословные социальные лифты. То есть люди видели, что философы, ученые, химики, физики, музыканты, художники, выходцы из третьего сословия, то есть из простонародья, они становятся известными, они начинают жить совершенно иначе, их принимают коронованные особы. И люди, имеющие титулы, и множество людей во Франции, конечно, хотелось так выдвинуться. И понятно, что Руссо, Монтескио, Вольтеров не может быть много, поэтому большое количество таких людей, они оставались на обочине жизни, они не вписывались в сословную структуру, уже выходили из нее, ну и не находили своего места. И их, конечно, долевало стремление что-то изменить для того, чтобы в общем свое место найти. И во Франции появился даже термин «гуссо да гуиссо», то есть «гуссо источных канав», вот для таких людей, которые не нашли себе места в этом просветительском круге. Вот это те тенденции, которые господствовали во Франции перед 5 мая 1789 года, когда были созданы генеральные штаты. Они собираются, король предлагает проект реформы, прежде всего финансово и административные, и надеется, что штаты одобрят эту реформу и разойдутся. Но депутаты штатов, которые получали наказы от своих избирателей, они стремились к реформе более обширной. Многие из них стремились к пересмотру самих основ старого порядка. И когда стало понятно, что королевская власть столь глобальную реформу не планирует, то депутаты от третьего сословия приняли решение объявить себя представителями нации. То есть провести эту реформу не по королевской воле, а по собственной, объясняя это волей народа, волей французской нации. Они объявили себя национальным собранием, они пообещали не расходиться, пока не будет дана Франции конституция, писанная, у Франции никогда ее не было, были только фундаментальные законы французской монархии, и стали ждать реакции короля. Реакция короля оказалась довольно пассивной, он пришел в генеральные штаты, велел депутатам успокоиться, отменил эти решения, велел им разойтись по сословиям, потому что представители нации, конечно, хотели заседать вместе, а не отдельно по сословиям, так как это было при старом порядке. И король удалился, депутаты этому решению не подчинились, король не стал настаивать, поскольку не хотел проливать кровь, и постепенно он стал отступать, а национальное собрание стало наступать. И в июле 89-го года национальное собрание объявляет себя учредительным собранием. К депутатам от третьего сословия присоединяются депутаты от двух других. Так, собственно, начинается революция, потому что это выходило уже за рамки того, что было принято при старом порядке. Хотя официальным началом революции считается, как известно, день взятия Бастилии, другое событие, 14 июля 89-го года. Хотя это событие, конечно, носит сугубо символический характер, и по сравнению с тем объявлением учредительного собрания, национального собрания, конечно, формально взятие Бастилии должно было бы отойти на второй план. Но Бастилия считалась символом королевского произвола, ходили разговоры о том, что именно туда король бросает без суда и следствия. Пушки Бастилии смотрели на рабочее Сент-Аттуанское предместие. И когда прошел слух, что в Бастилии хранится оружие, которым можно завладеть, и там находятся политические узники, толпа взяла Бастилию штурмом, хотя на самом деле там было всего несколько заключенных. Охраняли Бастилию в основном инвалиды, и вообще королевская администрация уже и до 89-го года говорила о том, что хорошо бы Бастилию снести. Но в итоге ее снесли после штурма, постепенно ее разобрали по кирпичику, и на этом месте установили табличку «Здесь танцуют». Вот так начинается революция, и за два года своего существования учредительное собрание принимает сотни декретов, которые не оставляют от старой Франции камня на камне. Реформируется религиозная система страны, административная система. И 26 августа 1789 года принимается декларация прав человека и гражданина. Это документ системообразующий, чрезвычайно важный, документ, как сказали бы юристы, непрямого действия, то есть не то, что приняли декларацию, и жизнь потекла иначе. Но это тот документ, который должен был показать, что, собственно, хочет сотворить из этой старой Франции учредительное собрание. В нем провозглашались, соответственно, языку эпохи, естественные и неотъемлемые права человека. Постулировалось, что свобода состоит в возможности делать все, что не ущемляет права других. Декларировалась презумпция невиновности. Декларация прав отменяла сословную структуру, рыцарские ордена. И она, конечно, потрясла общественное мнение и во Франции, и во всей Европе. И с самого начала революции, с июля 89-го года, в стране начинается волнение, начинается брожение. С одной стороны, начинается действительно волнение, крестьянские волнения. Крестьяне восстают, выступают, правда, не за реформу, конечно, и не за революцию, и не против короля, выступают против сенереального порядка, против сенереальных прав. И в ответ на это, в начале августа 1789 года, 4 августа, учредительное собрание принимает ряд декретов, которые должны были этот сенереальный порядок уничтожить в том виде, в котором он существовал раньше. И зрелище было потрясающее для всей Франции. На трибуну поднимались аристократы, отказывались от своих прав, и в историю это вошло как ночь чудес. Но общественный подъем он охватил, конечно, не только христианство, он охватил все слои общества, городские низы, прежде всего, и те люди, которые в городах считали себя обездоленными, это доклассированные элементы, это белки и лавочники, подмастерья, приказчики. Эти люди поняли, что они могут оказывать влияние на то, что происходит. Этих людей сначала презрительно называли санкелоты. Келоты — это короткие штаны, которые носили аристократы, то есть санкелоты — это те, кто носит не короткие, а длинные штаны, то есть чернь, простонародье. И потом вот эти социальные слои с гордостью уже начинают называть себя санкелотами, то есть мы не аристократы, мы не контрреволюционеры, и они начинают сам непосредственным образом влиять на события в стране. В октябре 1989 года они насильно перевозят королевскую семью из Версаля в Париж, вслед за ней перебираются учредительные собрания, и дальше они на протяжении всей революции оказывали давление на тех, кто, собственно, принимал решение. И проходит, вот так проходит два года, и в конце лета, в начале осени 1991 года учредительные собрания наконец завершают работу над новой конституцией, так называемой конституцией 1791 года, по ней Франция остановилась конституционной монархией, король осуществлял свои полномочия не только в силу того, что он помазанник Божий, но и, собственно, в силу закона, в силу конституции, и был задуман такое символическое зрелище, король приносил присягу этой конституции, стоя, с непокрытой головой, такого не было никогда в жизни у французской истории, он клялся соблюдать верность нации, закону и этой конституции. И виделась тогда ситуация, как, что будет принята конституция, революция закончится, и дальше начнется прекрасная, спокойная, свободная новая жизнь. Но, на самом деле, конституцию приняли, революция не закончилась, разошлось учительное собрание, оно сам распустилось, объявили выборы в новое законодательное собрание, и депутаты учительного собрания сказали так, никто из нас не будет переизбран в новый законодательный корпус. Мы люди старого порядка, нас избирали при старом порядке, при абсолютной, как стали говорить, монархии, теперь должны прийти новые люди. Эти новые люди действительно пришли. И часть из этих новых людей, она была совершенно не удовлетворена итогами революции. Итогами революции была не удовлетворена часть депутатов, прежде всего это стали депутаты, группирующиеся вокруг избранников от департамента Жеронда, то есть это Бордо и окрестности. Часть из них была республиканцами, но в принципе они стали говорить, а что же, мы-то когда будем у власти, мы тоже хотим управлять страной, конституционная монархия нас не так, чтобы очень устраивает. Они стали выступать за республику, часть из них, а часть из них стала раскачивать вот эту вот лодку для того, чтобы революция не закончилась, а она продолжалась. В апреле 92-го года под давлением депутатов этих депутатов, их стали называть жерандистами, Франция объявляет войну, хотели объявить войну императору Священной Римской империи, но боялись, что тогда вся империя на Францию накинется, поэтому формально объявили войну королю Венгрии и Богемии. Эти короны тоже были на главе императора. И, конечно, в тот момент никто не мог себе представить, что это будет война, которая продлится до 1815-го года, несколько десятилетий и нанесет огромный ущерб и Франции, и другим сопредельным странам. В городах начинаются волнения бедноты, которая недовольна тем, что происходит. Появляется ряд публицистов, которые воздействуют на эти бедные слои населения и говорят им, ну а что же, вы от революции ничего не получили, она уже вроде как закончилась. И одним из таких публицистов становится в частности Жан-Поль Марат, который начинает издавать газеты «Друг народа» и получает прозвище «Друг народа». И вот как раз пример Марата очень хорошо показывает, кто, собственно, делал революцию, как должны были заработать эти социальные лифты, потому что Марат ведь до революции как раз относился к тем людям, которые хотели прославиться, используя пути, предоставляемые эпоху просвещения. Он писал романы, он писал политические памфлеты, он занимался наукой, то есть он пытался пойти по любой стезе, которая могла принести ему славу. Кончилось это тем, что его широко разрекламированные научные открытия о том, что резина проводит электричество, были разоблачены, Марат подкладывал иголочку туда в резину при демонстрациях, и Марат заболел сильнейшей нервной болезнью, и вообще был на грани смерти, но вот революция предоставила ему возможность выдвинуться. И он был далеко не единственным, кто так воздействовал на санкилотов, и под влиянием с одной стороны жерандистов в законодательном корпусе, с другой стороны вот этих публицистов, городские низы, парижские прежде всего, начинают говорить о том, что нужно свергать короля. Король-предатель, война развивается неблагоприятно, и 10 августа 92-го года восставшая толпа идет на штурм королевского дворца, монархия пала, короля отправляет в пюрьму, законодательное собрание понимает, что конституция 91-го года утратила свою силу, и объявляет о том, что должен собраться национальный конвент, который напишет новую конституцию. Национальный конвент собирается в сентябре 92-го года, и первое его решение, одно из первых, это провозглашение республики. Так начинается уже совершенно иной этап революции. В эпоху французской революции есть, пожалуй, два самых ярких момента. Один, взятие Бастилии 14 июля 1789 года, и второй, якобинская диктатура. Почему якобинская? Кто такие якобинцы? Значит, якобинцы это политический клуб, это не партия ни в коем случае, поскольку по тем представлениям, которые сложились во Франции в конце 18-го века, партии не могло быть как таковых, то есть партия это плохо. Плохо потому, что партия раскалывает единую волю народа, партия позволяет людям договориться и голосовать не так, как предписывает их совесть, поэтому обвинение в создании партии было действительно обвинением. Синонимы слова партии в 18-м веке это клика, банда, а якобинцы это политический клуб. Для того, чтобы встречаться, общаться, что-то обсуждать, как и в дореволюционные годы, так и в годы революции, французы встречались в рамках клубов. Их было множество очень разных. Где-то был вступительный взнос, где-то не было вступительного взноса, где-то собиралась более приличная публика, где-то менее. Самые популярные клубы были, конечно, те, в которых участвовали депутаты, поскольку это позволяло не просто что-то обсудить, но и надеяться, что это обсуждение выльется в конкретное решение. Вот таким клубом было Общество друзей Конституции, которое в 89-м году, после переезда в Париж, обосновалось в монастыре монахов-якобинцев. И в народе его стали называть Якобинский клуб. Это было общество известное, простые люди там практически не появлялись, все-таки требовалось заплатить определенную сумму за участие. И по всей стране стали возникать филиалы вот этого Яковинского клуба. Они не подчинялись центральному обществу напрямую, но статус филиала Яковинского клуба позволял обмениваться с центром, направлять туда свои какие-то выступления, речи, рассказы о том, что происходит на местах, сообщать о своих нуждах. И в обмен на местах получали из Парижа самые свежие новости, опять же, речи известных депутатов. И вот так Яковинский клуб приобрел огромную популярность и стал, пожалуй, самым многочисленным клубом за годы французской революции. Яковинцы пережили несколько расколов. Они выступали, как все французы, сначала за монархию, потом после нескольких расколов стали выступать за республику. И когда в 1792 году монархия пала, объявили выборы в национальный конвент, который должен был написать новую конституцию, то в этот национальный конвент попала и много якобенцев. Значительная часть стала садиться на верхних скамьях зала заседания и конвента, как тогда говорили на горе. Гора Монтань по-французски, и те депутаты, которые сидели на этой горе, получили название Монтаньяры. Ну, то есть по-русски правильно переводить как горцы, но поскольку аннотация будет совершенно другая, то и по-русски они называются Монтаньяры. Вот одним из лидеров Монтаньяров был адвокат из Араса Максимилиан Робеспьер. Он был избран еще депутатом генеральных штатов. До того, во время своей политической, юридической карьеры, он позиционировал себя как защитник обездоленных, и с 89-го года он начинает позиционировать себя как защитник народа. Он выступал с очень четко выведенными речами, он не импровизатор, речи писались, но в этих речах он, как правило, обличал власть имущих и защищал народ. И это, собственно, принесло им огромную популярность, прежде всего, в Париже, потом уже по всей стране. И популярность эта была столь велика, что постепенно Робеспьеру стало казаться, что ему действительно открыто некое знание о том, как правильно, как правильно защищать народ, как правильно говорить от имени народа, и стало казаться, что его точка зрения это и есть точка зрения народа. Он скажет в 92-м году такую характерную фразу, когда его стали обвинять в том, что он потакает в толпе, он сказал так, «Я не вождь, не повелитель, не трибун, не защитник народа, я сам народ». Вот Робеспьер становится одним из признанных лидеров монтаньяров. И монтаньяры в национальном конвенте стремятся к власти, опираясь на парижские низы, на парижан вообще, и в конце концов летом 93-го года им удается с опорой на парижский народ произвести государственный переворот. 31 мая, 2 июня 93-го года вооруженная толпа окружает конвент. Под дулами пушек конвент исключает из своих рядов политических противников монтаньяров и их помещают под домашний арест, потом часть из них будет казнена. И таким образом монтаньяры, которые по численности конечно в конвенте не доминировали, их было 100-150 человек с 750, они начинают таким образом конвентом руководить и конвент голосует так, как говорят монтаньяры. Ну, очень условно конечно, то есть какая-то дискуссия была, но по важным вопросам в конвенте старались монтаньярам или, если более конкретно, репеспиристам, репеспирам и его сторонникам не перечить, потому что было понятно, что за этим могут последовать политические репрессии. И потом, когда одного из депутатов спросят, ну как же вы голосовали за все эти меры, что вы-то делали в эти годы, то он даст довольно характерный ответ. Он скажет, я оставался жив. Вот, собственно, с исключения политических противников монтаньяров из конвента и можно считать, что начинается диктатура монтаньяров, поскольку конвент теряет свою легитимность. Как правильно говорить, диктатура Якобинска или диктатура монтаньяров? Говорят и так, и так, в зависимости от того, что тот или иной историк в эти слова вкладывает. В Советском Союзе было принято говорить, якобинская диктатура и этим подчеркивалось, что это как бы диктатура народа. То есть, якобинский клуб, его филиалы высказывали свои нужды, высказывали свои требования, монтаньяры шли за этими требованиями, откликались на них и таким образом это была якобинская диктатура. В какой-то мере это действительно так, монтаньяры откликались на требования народа, это бесспорно, но в реальности, конечно, именно они осуществляли диктаторскую власть, потому что это руководили конвентом, конвент принимал то, что монтаньяры считали правильным, то, что считали правильным и когда была реорганизована власть в стране, то монтаньяры заняли в этой новой власти лидирующие позиции. Конвент отказался фактически от старой структуры и конвент, хотя и принял новую конституцию, она была утверждена на референдуме, эту конституцию в действие не ввел. Было положено, как принять конституцию, разойтись, новый выбор и дальше новая жизнь. Конвенты, монтаньяры в частности, сказали, нет, конституция прекрасна, отлично, но она хороша для мирного времени, а пока идет война, невозможно, конституция прекрасный текст, надо высечь ее в камни, выставить в публичных местах, но пока будет временный революционный порядок управления. Что это значило? Это значило, что конвент сосредоточил в своих руках всю власть в стране, то есть воистине диктаторскую власть правил он через свои комитеты, которые состояли из тех же самых депутатов. Два таких комитета назывались великими, быстреография уже позднее, комитет общественного спасения и комитет общей безопасности, были другие комитеты, и впоследствии конвент покончил фактически и с принципом выборности должностных лиц, которым очень гордились в первые годы революции, потому что на места направлялись с чревечайными полномочиями депутаты конвента, которые замыкали там всю власть на себя. Они говорили как? Мы представители народа, мы говорим от имени всего народа, значит, мы важнее, правильнее, нам лучше известно, что делать, чем там конкретно властям в Нанте, в Бордоу, в Тулузе и так далее. И вот таких вот депутатов, которые направлялись на места, их называли комиссары, то есть слово комиссары появилось совершенно не после Октябрьской революции или после Февральской, а вот тогда в конце XVIII века. Ну, а в народе их часто называли проконсулами, вспоминая римский опыт и намекая на те чрезвычайные полномочия, которые были даны. В Комитете общественного спасения сторонников Робеспьера было несколько и самыми известными из них были два. Луи-Антуан Сен-Жуст и Жорж Кутон. Сен-Жуст фигура очень яркая, молодой человек, один из самых молодых депутатов конвента, решительный, красивый, не знающий сомнений. Он ездил несколько раз в командировки по стране, его направляли к армиям, что обеспечивает победы. Он получил очень хорошее образование еще до 1989 года, наладил личные связи с Робеспьером, его избрали в конвент и в конвенте он приобрел известность, произнеся речь во время суда над королем. Он произнес фразу, которая прогремела по всей Франции «Невозможно царствовать и не быть виновным». То есть король был виноват уже из-за того, что он собственно король. Вот он стал близким другом и соратником Робеспьера и другим союзником, соратником Робеспьера стал адвокат из-за верней, Жорж Кутон, человек в возрасте. Кутон стал инвалидом с 1991 года, у него парализовало ноги и он пошел в политику. Он выдвинул сам себя в депутаты, его избрали, потом переизбрали в конвент. И Кутона считали единственным депутатом, с которым старались не спорить, потому что как только с ним пытались спорить, он тут же говорил «Вы спорите с человеком, который одной ногой в могиле». Ну и политические противники замолкали. Кутон долго не мог решить к какой группировке примкнуть, решил в конце концов сойтись с Робеспьером и принял настолько активное участие в восстании 31 мая, 2 июня, что во время этого восстания один из депутатов, которых собирались исключить и исключили, бросил ему в лицо следующую фразу. Он сказал так «Кутон жаждет, дайте ему стакан крови». Вот эти три человека, их называли в народе триумвиратом, они, не занимая формально никакой должности Робеспьер не был руководителем Комитета общественного спасения и он подчеркивал «Я обладаю 1,12 властью комитета». Но за счет морального авторитета, за счет влияния на монтаньяров, на депутатов конвента, они этим конвентом более чем успешно руководили. Зачем была нужна диктатура монтаньяров или якобинская диктатура? Очень часто в исторической литературе говорят так «Ну, это, конечно, не здорово, это плохо, чудовищно, ну, как иначе. 20 департаментов из 83-х подчиняются центру, идет гражданская война, идут крестьянские восстания, рейлистские восстания, интервенты движутся на Париж. Вот Комитет общественного спасения, якобинская диктатура смогла мобилизовать все силы, ввести государственное регулирование экономики, принять декреты по аграрным вопросам, пообещав землю крестьянам, и благодаря огромному напряжению и сил они победили. Во многом это действительно так. Победили, организовали призыв в армию, более миллиона человек под ружье поставили, ни одна европейская страна не имела такой армии, конечно, и действительно победили. Но когда Монтаньяров стали спрашивать, а что дальше, то есть какова цель этой диктатуры, к чему она ведет, то ответ на этот вопрос был очень расплывчатым, потому что политической программы как таковой Монтаньяров не было. Они отвечали на конкретные вызовы времени. А когда заходил разговор о перспективе, то речи их уходили в такую космическую плоскость борьбы добра со злом, добродетели с пороком, свобода против тирании. Когда к лету 1994 года обстановка в стране нормализовалась и Монтаньяры не предложили собственно четкой политической программы, то диктатура Монтаньяров пала. Пала в том числе и из-за того, что Монтаньяры или комбинцы активнейшим образом использовали в качестве инструмента своей политической власти террор. И этот террор, конечно, уже стал к середине 1994 года пугать, причем пугать и депутатов конвента в том числе. И был организован заговор в конвенте. В этот заговор вошли даже члены Комитета общественного спасения. Один из историков назовет так, правительство само себя свергло. Ну, что в общем правда. И когда 9-го терминера 2-го года республики или 27-го июля 1994 года Робеспьер поднимается на трибуну, ему не дают говорить, против него выступают депутаты конвента и Робеспьер и его сторонники были арестованы и на следующий день казнены. Сколько лет ведутся споры о французской революции, столько лет ведутся споры о терроре, о том, что это было, почему террор был необходим, к чему привела политика террора. И две страны, в которых эти споры наиболее активно велись, это, конечно, Советский Союз и Франция. Советский Союз, потому что большевистский террор напрямую ассоциировал с якобинским террором, причем не на уровне общественного мнения о выступлениях руководителей партии и правительства. И Ленин называл Дзержинского якобинцем, и Сталин говорил, что вот как сегодня органы ВЧК, ГПУ, как некогда органы якобинской диктатуры проводят террор. Поэтому этот сюжет был очень актуальным. И во Франции ведутся споры о терроре, но совершенно других позиций. И начинаются эти споры, фактически еще революция не успела закончиться. И вопрос задавали вот какой. Как же так? Революция дитя просвещения. Мечтали построить мир, основанный на разуме. Мечтали принести всеобщее счастье. И такой энтузиазм первых лет революции. И все заканчивается кровью, страданиями, гражданской войной. Что же такого произошло? Что такое террор? Ну, чисто формально, филологически террор, ужас по-французски. То есть любое насилие, которое вызывает ужас, оно вроде как бы должно называться террором. Другое дело, что тогда в террор попадает и насилие стихийное, а стихийное насилие начинается с первых дней революции. Толпа линчевала коменданта Бастилии, предположим, и до того были вспышки насилия на улицах. И политика государственная, то есть феномены совершенно разные. Поэтому, хотя споры ведутся, в общем, более или менее историки договариваются о том, что политикой террора называть политику государственную. И так в истории появляется довольно устойчивое словосочетание якобинский террор. Почему якобинский? Не якобинцы начинают террор, он начинается до них. Не якобинцы начинают нарушать права человека, которыми так гордились в 89-м году. Все это происходит до них. Но только якобинцы придают террору такой размах, и только якобинцы, как тогда говорили, ставят террор в порядок дня. Это происходит осенью в 93-го года, в начале осени 1793-го года в ответ на требования парижан, парижских низов прежде всего, и принимается тогда национальным конвентом, высшим органом управления страной, принимается решение поставить террор в порядок дня. В какой логике? Логика следующая. Народ един. У народа есть единая воля. Но это еще идеи просветителей, естественно. Народ выражает эту волю, избирая своих представителей, в данном случае депутатов конвента. Они принимают некие решения. Значит, тот, кто выступает против этих решений, тот выступает против народа, тот враг народа. Вот это словосочетание враг народа, оно тоже появляется как раз в годы французской революции. Ну, а если он враг народа, если он сам своими действиями ставит себя за пределы нации, за пределы французского народа, то, естественно, нация вправе на это отреагировать и его покарать. Повод так называемого декрета о подозрительных. Это 17 сентября 1793 года предписывалось арестовывать и держать в тюрьмах до заключения, как тогда выражались, всеобщего мира всех подозрительных, то есть не преступников, не тех, кто совершил некое преступление, не того, кто выступает с контрреволюционными лозунгами или убивает революционеров, подозрительных, тех, кто не может доказать свою благонадежность. Бывших дворян, родственников, иммигрантов, священников, которые не поддержали революцию, ну и вообще всех, кто органам на местах покажется подозрительным. Вот с этого времени, собственно, начинается террор. Такие аресты идут по всей стране, они становятся массовыми, и, естественно, здесь, конечно, возникает вопрос, насколько то, что происходило в городках, деревнях, оно совпадало с декретами конвента. Расстояние, известное, конечно, здесь имеется. Естественно, что те, кто проводит террор на местах, часто действуют не в рамках буквы закона или даже духа закона, а исходя из собственных желаний, нежеланий, личных связей, собственной выгоды, сводят личные счеты. Все это, безусловно, было. Но, тем не менее, террор становится политикой государственной. И сколько человек оказалось в тюрьмах, было казнено во время террора, спорят до сих пор, точно цифра неизвестна. Цифры называются самые разные, но внушительные. От 50 тысяч до полумиллиона человек. Сколько человек погибло во время террора, известно лучше. Эти подсчеты ведутся очень активно историками. В 20 веке, в частности, был такой американский историк, Дональд Грир, который посчитал, насколько смог, казненных по закону, расстрелянных без суда и следствия. И он пришел к цифре примерно 35-40 тысяч человек. И одновременно Дональд Грир пытался посмотреть по тем делам, которые сохранились, которые известны, кто были эти люди, расстрелянные, казненные другими способами, зашедшие на эшафот в годы французской революции. Потому что есть такой образ, что революция борется с контрреволюционерами, с теми, кто хочет восстановить монархию, с дворянами, с священниками, прежде всего. И в этом плане цифры, к которым приходит Дональд Грир, они вызвали довольно сильное удивление, поскольку 4 пятых тех, кто был казнен во времена террора, не дворяне, не священники, а, как их называли до революции, третье сословие. То есть это городские низы, это торговцы, это ремесленники, это зажиточные крестьяне. Вот именно они составляют 4 пятых жертв террора. Зачем вводился террор, в какой логике он вводился? В историографии существует такое очень распространенное объяснение, которое получило название «теория обстоятельств». То есть никто же не хотел зверствовать, никто не хотел вводить террор, но не было другого выхода. Конечно, якобинцы, монтаньяры мечтали бы побеждать на фронтах, снабжать армию хлебом, чтобы крестьяне продавали по твердым ценам установленным. Ну вот крестьяне не захотели, враги активизировались, кто-то не поддержал революцию, а кто-то впрямую высказался за короля. Ситуация чрезвычайная, интервенция, восстание, и в этот момент террор оказался единственной политикой, которая, собственно, смогла спасти революцию. Вот такое объяснение дается в рамках теории обстоятельств. Это объяснение было бы прекрасно, если бы не одно террора. дело в том, что к зиме 93-94 года по сути страна уже выходит из этой чрезвычайной ситуации. Армии интервентов обращаются вспять, восстания контрреволюционные, если угодно, или просто восстания подавляются, уже заговаривают о том, что хорошо было бы заключить мир, но именно на этот момент приходит собственно пик террора. 22 апреля второго года республики по революционному календарю или в мае 94-го года по обычному календарю в конвенте выступает один из соратников Робеспьера Жорж Кутон и он предлагает следующий декрет. Он предлагает упростить судопроизводство, отменить состязательный процесс, то есть никаких адвокатов, логика какая, они с нами не церемонятся и мы тоже с ними церемониться не будем. Наказание только одно, смертная казнь, никаких тюремных заключений, то есть либо оправдан, либо виновен. И приговор выносится на основании, как говорилось в декрете, любой моральной или физической улики, понимания которой доступно каждому разумному человеку. Основанием для приговора становится совесть присяжных, то есть не закон, не уголовный кодекс, не наличие неких формальных преступлений, совесть присяжных. Если присяжные считают, что человек достойен казни, значит его нужно казнить. И за шесть недель после принятия этого декрета оказывается казнено в Париже прежде всего больше, чем за 14 месяцев до того. Вот это собственно называется большой террор. И конечно этот большой террор он совершенно не укладывается в логику теории обстоятельств. Этот террор он был довольно многолик, потому что этот террор он затрагивал не только действительно контрреволюционеров, тех, кто выступал против республики, он затрагивал огромное количество людей по всей Франции. И среди этих людей имена были очень яркие, потому что на шафот сходят, либо преследуются иначе в рамках этой политики террора. Очень многие из тех, кто делал революцию. Причем делал не только в 1789 году, можно было бы сказать, они выступали за короля, а теперь республика, но и те, кто активнейшим образом способствовал установлению республики. Те, кто выступал против монтаньяров, но, несомненно, за революцию, они тоже сходят на и шафот. Можно привести, например, в пример такое яркое имя, как родственник короля Филипп Орлеанский, герцог Орлеанский, принявший революцию, отказавшийся от титула, принявший фамилию Эгалите, равенство, то есть он требовал, чтобы его называли Филипп Орлеане, он депутат конвента, установившего республику, голосовали за казнь короля, и он тоже сходит на и шафот в рамках этой политики террора. Точно так же, как король, точно так же, как королева Мария Антуанетта, все они становятся жертвами политики террора. Если перейти от такого человеческого измерения к географическому, к более глобальному, то, конечно, террор сказался на жизнях людей по всей страде, далеко не только в Париже. Когда в Лионе был подавлен мятеж, конвент принимает решение, город Лион восстал против свободы, города Лиона более не существует. То есть, Лион предписывался разрушить, ну, это не произошло по разным причинам, но, тем не менее, декрет был принят. В Нанте один из депутатов конвента, Корье, прославился тем, что он устраивал так называемые революционные свадьбы, когда людей вывозили на баржах на середину Луары, связывали спина к спине мужчин и женщин, бросали в воду, тогда в Нанте это называли дать попить из большой чашки. То, что творил Корье в Нанте, в общем, об этом, сказать, на ночь глядя лучше не читать. Другой депутат конвента Фуше, который потом будет министром полиции Наполеона, прославился тем, что расстрелял без суда и следствия около 800 человек в рамках вот тоже своей поездки по стране как депутат конвента. И когда весной 1994 года начинается большой террор, то он, конечно, объяснялся никакой не теорией обстоятельств, а тем, что в это время террор становится непременным элементом политической борьбы. Монтаньяры вообще, ирбисперисты в частности, используют террор для того, чтобы бороться с политическими противниками. Жорж Д'Антон, известнейший революционер, оратор с громовым голосом, чрезвычайно популярный, один из тех, кто способствовал падению монархии, выступает за мир, выступает за прекращение террора и всходит на эшафот. Парижские низы выступают, наоборот, за углубление террора, за продолжение, говорят, мы ничего не получили от революции, и их лидеры тоже всходят на эшафот. И весной 1994 года в конвенте начинают звучать голоса Робеспьеристов о том, что нужно еще одно последнее усилие, нужна еще последняя волна казни, нужно очистить конвент от всех противников революции. И это, собственно, непосредственно уже способствовало падению диктатуры монтаньяров, поскольку не были названы имена, депутаты, никто из депутатов не мог ощущать себя в безопасности, и тогда они договариваются, выступают против Робеспьера, заканчивают диктатуру монтаньяров и тем самым спасают свои жизни. Вот так, собственно, он заканчивается вторым. Девятого Тормидора второго года республики по революционному календарю или 27 июля 1994 года диктатура монтаньяров пала, и вот этот период вплоть до осени 1995 года, год с небольшим, так принято называть Тормидором или Тормидорианским периодом. Потом избираются новые органы власти, исполнительная власть оказывается в руках директории, и следующие четыре года называют режимом директории. Вот это, собственно, финал французской революции. И этот финал французской революции, он традиционно привлекает довольно мало внимания историков по сравнению с тем, что было до и тем, что будет после, а после будет Наполеон, консульство, империя. И кажется, что до того, время гигантов, время титанов, время, когда вся Франция переформатировалась, когда все менялось, когда были великие политики, и вот Робеспьер пал, Робеспьер казнен, Сен-Жуст, Кутон, все казнены. И, как писали историки, наступает время пигмеев, мелких людишек, которые копошатся, пытаясь провести в жизнь какие-то свои мелкие интересы, грабят, воруют и, наконец, проворовавшись, уходят с политической сцены, уступая место Наполеону. Мне во многом кажется, что значение Тормидора и Директории, конечно, совершенно иное. Действительно, первые годы революции очень яркие. Это годы надежд, мечтаний, веры в лучшее будущее. Тормидора и Директория — это время отрезвления, когда, как напишет один из историков, революция постарела. Революция действительно постарела, и революционеры стали пытаться понять, что из того, что пообещали, из того, о чем мечталось, что из этого можно реально воплотить в жизнь. И этот период очень сложно понять, основываясь на перечислении фактов, то есть его, ну, про всю французскую революцию, можно так сказать, его, конечно, есть смысл как-то почувствовать, почувствовать ли этот мотив этого периода, и неудивительно в этом плане, что лучше всего, на мой взгляд, его чувствовали те, кто жил в СССР в 20-30-е годы, когда был ровно тот же самый эффект постарела. И вот был такой поэт Павел Матокольский, который написал строки, на мой взгляд, абсолютно адекватно передающие лейтмотив Тормидора. Он писал так, «Но шла река на убыль, Хладел огонь в крови, Потрескались губы От стольких слов любви, От стольких клятв и песен, Где смертью был припев, И стал напиток пресен, И стал мотив невесел, И смолкнул захрипев». Вот, собственно, лейтмотив Тормидора и директория. И этот лейтмотив, он проявляется очень во многих вещах, потому что действительно не было никакого плана у тех, кто свергал Робеспьера. Было желание спасти свои жизни от террора. И вообще, конечно, если посмотреть на лето 1994 года, то многие из тех, кто свергал Робеспьера, надеялись, что дальше будет все точно так же, только без него. Но очень быстро стало понятно, что точно так же быть не может. И очень быстро депутаты начинают демонтировать вот эту политическую систему и кабинской диктатуры. Начинают выходить из чрезвычайного положения, или, как тогда говорили, выходить из террора, выходить из революции. Власть комитета общественного спасения уменьшается, дискуссия возвращается в конвент, отменяется государство регулирования экономики. И, конечно, первый вопрос, который возникает, это что делать с террором, от которого депутаты и спасались. Поначалу казалось, что можно все спустить на тормозах, пусть комитет общей безопасности рассматривает конкретные дела, пусть выпускают из тюрем тех, кто невиновен, действительно это начинает делаться, но очень быстро, под давлением общественного мнения, депутаты понимают, что с террором нужно кончать. Тогда отменяется закон от 22 апреля, давший начало великому террору, судопроизводство становится обычным, реорганизуется революционный трибунал и арестовывается общественный обвинитель этого трибунала, некто Фукьет-Энвиль, имя, которое гремело по всей Франции и приводило в дрожь многих людей. Но после ареста Фукьет-Энвиля становится понятно, что депутатам никак не избежать ответа на вопрос, а кто, собственно, отвечает за все, что произошло, кто виноват в том, что все произошло, во всем, что произошло. Ведь разворот общественного мнения происходит почти мгновенно. До 9-го термидора в конвент идут письма с восхвалениями Робеспьера, после 9-го термидора, по мере того, как информация доходит до провинции, начинаются столь же искренние и воодушевленные письма с его осуждением. И здесь довольно показательный пример. Был такой молодой человек, Марк-Антуан Жульен, который считал себя личным другом Робеспьера, вот везде об этом писал и говорил, Робеспьеру посылал в самые тяжелые командировки по стране для того, чтобы тот посмотрел, что творится и доложил. И вот Жульен, когда узнает, через несколько дней после переворота, что Робеспьер казнен, он тут же пишет письмо о том, что да, я считал его своим другом, но если бы я знал, какой негодяй этот человек, я первым ваттул кинжал в его грудь. То есть, мгновенно разворачивается общественное мнение, и это общественное мнение говорит, ну хорошо, Робеспьер виноват, безусловно, его представляют кровавым тираном, несомненно, Сен-Жуст, Кутон, те, кто стояли рядом с ним. Но что и все? А ведь конвент не меняется, это ровно тот же самый конвент, который голосовал за все решения. В него возвращаются изданные депутаты, которые остались за живых, но в общем и целом власть в стране все та же. У известного французского историка Манао Зуф есть такая фраза, что депутаты конвента были одержимы истреблением забыть. То есть просто забыть, как страшный сон, все, что произошло. Это чистая правда. Но им приходится выдвинуть ответственных за политику монтаньяров. Фухьеттенвиль не годился на эту роль, потому что, когда начался процесс Фухьеттенвиля, выяснилось, что это мелкий человечишка, который внушал ужас за счет своей должности, но увидеть в нем реального злодея, конечно, невозможно. Он не понимал, в чем его обвиняют, ведь он выполнял распоряжение конвента. Он делал все, что ему говорили. Его обвиняли, скажем, в предвзятости приговоров. Он говорил, да нет, почему? Все совершенно искренне. Ему говорили, ну как же так? Ведь вот телеги для осужденных вы же заказывали накануне, значит, вы уже знали, сколько человек вы казните. Он говорил, ну понимаете, бюрократия, я бы с удовольствием этого не делал, но вот где же телегу возьмешь при случае? И, конечно, он никак не мог, никак не годился на роль такой великой фигуры. И такой фигурой становится Корье, один из депутатов конвента, проводивший террор в Нанте, в районе, где шло вандейское восстание. И Корье оказался такой фигурой совершенно случайно. Он арестовал в бытность свою комиссаром конвента в Нанте, 130 небольших людей из революционного комитета Нанте. И, как тогда было принято, отправил их в Париж на суд революционного трибунала. Зимой пешком дошло меньше ста человек, сразу их не судили по разным причинам, и после девятого термидора, когда их начали судить, это превратилось в обвинительный процесс над самим Корье очень быстро. И Корье тоже никак не мог понять, чем он виноват, ведь он выполнял распоряжение конвента, ведь он отправлял доклады, которые в Париже утверждались. И когда его конвент принимал решение о его аресте, Корье воскликнул, здесь виновны все, вплоть до колокольчика председателя. И это была, конечно, чистая правда, но тем не менее Корье казнили, нескольких видных, как тогда говорили террористов, казнили, но на этом все. Конвент договаривается больше репрессий не приводить, на последнем заседании объявляется амнистия. И вот это тоже лейтмотив термидора и директории. Амнистия, простить, забыть. Естественно, что не только демонтировали систему террора, было сделано и многое другое, в частности, наконец, приняли Конституцию. Осенью 95-го года утверждается Конвентом, выносится на референдум новая Конституция и по представлениям людей того времени принять Конституцию означает закончить революцию. Все, революция окончена, об этом официально говорили с трибуны Конвента, можно поставить точку и теперь жить спокойно. Наступает, собственно, режим директории. Но проблема заключалась в том, что эта новая Конституция и те решения, которые принимал тримандрианский конвент, они не дали стране самое главное спокойствие, стабильность и примирение. Страна пережила гражданскую войну. Страна была расколота. И те люди, которые враждовали между собой в годы революции, они, конечно, никуда не делись. По-прежнему было видно, что вот есть сторонники монархии, ну, есть роялисты, есть король, в конце концов, но и в самой Франции огромное количество людей говорило, ну, да, мы сделали революцию, мы в ней участвовали, мы надеялись, ну, слушайте, в конце концов, при короле никого не убивали, гильотин не было, и у людей был хлеб. Давайте вернем все, как было, ну, с какими-то поправками и вернемся к королевской власти. Никуда не делись якобинцы. Якобинский клуб был распущен, ну, в общем, уже разбился в мир, много сделал для уменьшения его влияния, но его формально распустили, но те люди, которые принадлежали городским низам в годы революции, которые хотели выдвинуться, которые хотели чего-то добиться, которые хотели разбогатеть, в конце концов, быть сытыми, они тоже говорили, а что, революция идет уже 6, 7, 8 и так далее лет, как один из депутатов конвента скажет, мы прожили за 6 лет 6 веков, а что дальше, мы по-прежнему ничего не получили, и они тоже высказывали свои политические требования. Кроме того, было совершенно непонятно, что делать с другими проблемами, скажем, с финансовой проблемой, огромная инфляция, то, что мы сегодня назвали бы гиперинфляцией. Тромедрианский конвент возвращает свободу торговли, отменяет государственное регулирование, логика понятна, невозможно все время жить в напряжении, и невозможно навязывать экономике свои правила, но, естественно, что это приводит к вспышке инфляции, которую подавить оказались неспособны. И, что самое главное, что и новая конституция оказалась неспособной решить все эти проблемы, потому что новая конституция писалась в совершенно конкретный момент. Она писалась тогда, когда все хорошо помнили Робеспьера, ну и, в общем, многие помнили и короля. И поэтому цель новой конституции сделать так, чтобы исполнительная власть была слабой, чтобы она подчинялась законодательной, чтобы нового Робеспьера не появилось, нового комитета общественного спасения не появилось. Поэтому исполнительная власть вручается пяти людям, пяти директорам, и каждый год один из них должен был меняться. Но и законодательный корпус каждый год должен был меняться на треть, для того, чтобы не возникло такой группировки, которая сможет повести страну за собой. А чтобы изменить конституцию, нужно было пройти через сложнейшую процедуру, специально было заложено, конституция до века писалась, и таким образом в ней не было никакого механизма разрешения конфликтов. Что в итоге? 97-й год на выборах побеждают роялисты, директория организует государственный переворот и чистят законодательный корпус от роялистов. 98-й год на выборах побеждают бывшие якобинцы и их сторонники, организуется государственный переворот и законодательный корпус чистится от левых. Это то, что получило название политика качелей. И в конце концов в правящих руках созревает следующая идея. Если конституцию нельзя поменять законно, нужно организовать еще один государственный переворот, который решит все проблемы. военный, потому что военная сила уже использовалась и доказала свою эффективность. Пусть это сделает какой-нибудь генерал. Выбор пал на Наполеона Бонапарта, на генерала очень популярного благодаря итальянским походам. В Италии череда побед, из Италии рекой текли трофеи во Франции, деньги, это производило прекрасное впечатление. А за спиной этого генерала будут политики, которые будут дергать за нужные ниточки. Вот такие планы созревают в 99-м году и 18-го, 19-го премьера 8-го года республики по революционному календарю или в ноябре 1799 года Наполеон Бонапарт проводит такой государственный переворот. Разгоняет законодательный корпус, собирается несколько десятков депутатов, которые передают формальную власть Наполеону и его сторонникам, и начинается уже совершенно новое время, которое получило название эпохи консульства. Другое дело, что Наполеон Бонапарт, как всем хорошо известно, отказался быть марионеткой в руках политиков и стал править сам. Если была революция, то, очевидно, была и контрреволюция. И один из историков очень хорошо написал, что когда революцию изучают без контрреволюции, то картинка напоминает бой с тенью. То есть один из противников совершает некие действия, отступает, нападает, оброняется, но поскольку его соперника не видно, то правильно столковать движение, конечно, невозможно. Поэтому без контрреволюции никуда. Другое дело, что само понятие оказывается очень сложным, очень многозначным. Во-первых, мы не можем опереться на язык эпохи, потому что в годы французской революции сменяли у власти одна-другую различные политические группировки. Едва ли не каждая называла своих предшественников контрреволюционерами, едва ли не каждая оправдывала так свой приход к власти, обвиняли друг друга не только в абстрактной контрреволюции, но и в стремлении поддержать или восстановить монархию. И так будет вплоть до самого конца революции. То есть даже Робеспьер обвиняли в том, что он хотел произвести переворот, жениться на дочери короля и стать королем Франции. Ну и кроме этого, в принципе, язык эпохи, конечно, очень размыт, потому что аристократом могли называть кучера, если он монархию. Кроме этого, возникает очень большой вопрос. А вот те люди, условно говоря, простые люди, которые выступали против революции, против республики, они контрреволюционеры. Вот было восстание в Вандее на западе страны, где крестьяне в определенный момент поднялись и стали требовать, чтобы Париж не вмешивался в их дела. Вот они выступают против революции или они выступают против других совершенно конкретных вещей. Те же самые жирандисты, которые поднимают мятеж после того, как монтагяры исключают их из конвента. Они кто контрреволюционеры? Вроде бы нет, они продолжают выступать за республику, они признают все завоевания революции. Как быть с ними тогда? Поэтому в свое время английский историк Колин Лукас придумал такой термин антиреволюция и предложил разделять антиреволюцию, то есть некое неосознанное неотрефлексированное выступление против революционного режима или против каких-то фрагментов этого режима и собственно контрреволюцию, то есть выступления осмысленные и нацеленные на то, чтобы повернуть время вспять. Именно поэтому обычно все-таки контрреволюционерами называют роялистов, сторонников возвращения монархии, королевской власти по-другому оказывается очень сложно. Но если сказать, что контрреволюционеры это роялисты, то ситуация конечно станет проще, но несущественно. Людовик XVI, который очевидно должен был возглавлять роялистов, король Франции, он, как известно, одно за другим одобряет все решения вщедительного собрания. Он одобряет декларацию прав человека-гражданина, он одобряет отмену титулов, в том числе дворянских титулов, он одобряет конституцию 91-го года, уничтожившую тысячелетнюю французскую монархию в том виде, в котором она существовала. А он тогда кто? Контрреволюционер, если он эти революционные решения одобряет. Поэтому здесь тоже появляется дополнительная сложность. Причин такому поведению короля было множество. Прежде всего, конечно, сам характер. То есть, Людовик не был, как мы бы сказали сегодня, харизматическим лидером, способным мгновенно реагировать на изменения обстановки, способным повести за собой людей против революции. Он был человеком очень мирным, абсолютно несклонным проливать кровь, абсолютно несклонным воевать со своими подданными, тем более, что он основывался на единственном историческом примере, который был ему доступен, это история английской революции. Карл I английский выступил против парламента, развязал гражданскую войну и закончил жизнь на эшафоте. Естественно, что Людовик XVI стремился сделать все для того, чтобы этого не произошло. Так продолжалось примерно до 1991 года, когда Людовик осознает, что он фактически является заложником в руках своих подданных, он лишается свободы передвижения, за ним очень тесно наблюдают в Королевском дворце, и он решает в июне 1991 года бежать из страны. Бежит из страны он вместе с одним из своих братьев, графом Прованским, впоследствии он тоже станет королем под именем Ледовика XVIII, другой брат короля графа Дартуа, будущий Карл X, он эмигрировал сразу после взятия Бастилии, он был уже за границей, и вот два других брата решают к нему присоединиться. Причем постарались сделать так, чтобы не было ощущения, что король бежит, он должен был отправиться на восток с верными ему войсками, которые должны были в условленное время приехать в условленное место, и с этими войсками вернуться уже опираясь на вооруженную силу, вернуться уже обратно и подавить революцию. Граф Прованский бежит благополучно, он ночью вышел из своего дворца, никому ничего не сказав, взяв с собой только одного приближенного, и он благополучно уезжает, а король с королевой бегут вместе, вместе с детьми, вместе со слугами, заказывается специально огромная карета, и известный писатель Стефан Цвейк, он в одном из своих произведений написал, что забыли только королевский герб на дверце кареты изобразить, потому что она, конечно, привлекала к себе внимание. Короля узнают в местечке Варен, есть разные версии, почему его узнали, кто-то пишет что по монете, кто-то пишет что по гравюре, поскольку ехала семья вместе, учительное собрание, испугавшись того, что короля нет на месте, уже объявила о том, что король бежал, это пытаются как-то завуалировать, но, в общем, авторитету монархии был, конечно, нанесен смертельный удар. И впоследствии, когда в августе 92-го года монархия пала, когда произошел штурм королевского дворца 10-го августа, и тогда король тоже не смог ничего противопоставить революции, дворец сохраняли швейцарские гвардейцы и дворяне, которых призвали на его защиту. Посреди штурма король, не отменив своих распоряжений, никому ничего не сказав, переходит под защиту загнодательного корпуса, дворяне погибают, швейцарцев разрывает озверевшая толпа, и до сих пор, на мой взгляд, один из самых трогательных швейцарских памятников — это лев, поставленный в память как раз о гибели этих швейцарских гвардейцев. Король с семьей оказывается в тюрьме, национальный конвент объявляет республику, судит, его приговаривают незначительным большинством голосов к смертной казни. В октябре девянос третьего года его жена Мария Антуанетта взойдет на Ишафот, и после смерти Людовика XVI королем провозглашают его сына Людовика XVII. Людовик XVII был провозглашен королем формально, но, естественно, что править он не мог, он находился в тюрьме, и есть множество, особенно уже после революции рассказывалось страшных историй о том, что его, ну, чистая правда, его отдали на воспитание сапожнику, который учил его там пить, ругаться, он свидетельствует против своей матери, но в любом случае, конечно, руководить он ни при каких условиях ничем не мог, и контрреволюционное движение фактически остается без лидера, оно вынуждено было действовать от имени Людовика XVII действовали его, два его дяди, соответственно, граф Прованский, граф Дартуа, вот, но до 95-го года, когда национальный конвент объявляет о том, что Людовик XVII скончался в тюрьме, руки были, конечно, связаны. Здесь тоже есть множество всяких историй о том, что он не скончался, а сумел бежать, несколько десятков человек потом претендовали на это, и были даже судебные процессы, где люди требовали признать их вот этим спасшимся мальчиками. но так или иначе, в 95-м году Людовик XVIII объявляет о том, что он зашел на престол, и вот с этого момента, конечно, перед контрреволюцией открываются совершенно новые возможности. 95-й год, массовая усталость от революции, массовые рейлистские настроения внутри страны, настроения стихийные, то есть не то, чтобы люди вот мечтали отдать свою жизнь за покойного Людовика XVI или за царствующего XVIII. Но все чаще начинаются разговоры о том, что раньше-то было хорошо, спокойно, никого не убивали, был хлеб, никто не голодал, и Людовик, конечно, об этих настроениях знал. И перед ним стояла задача контрреволюционное движение сплотить, потому что оно было расколото организационно, были самые разные центры контрреволюции, оно было расколото идейно, часть выступала за конституционную монархию, часть за возвращение старого порядка, часть за компромисс между старым и новым. И Людовик XVIII, всходя на престол, он понимает, что теперь нужно начинать действовать. Благоусловия для этого очень благоприятны. Другое дело, что те расклады, которые существовали до того, их приходится пересматривать, потому что долгие годы роялисты, конечно, рассчитывали на то, что они придут к власти за счет интервенций иностранных держав, Австрии и Пруссии, прежде всего, пока военные действия развивались успешно, ведь против Франции воевала едва ли не вся Европа. Антифранцузская коалиция была огромной, и Россия в том числе в нее входила. Но к 95-му году войска интервентов уже отброшены за пределы французских границ, Франция заключает мир с рядом стран, и приходится делать ставку либо на то, что роялисты победят на выборах, либо на государственный переворот с участием какого-нибудь генерала. Людовик XVIII чувствует, что ему необходимо как-то провозгласить, рассказать о своих взглядах, он издает специальную декларацию, тогда он был в Вероне на территории итальянских государств, на территории Венеции, он издает декларацию, но декларация оказывается неудачной, в ней увидели, не совсем правда справедливо, стремление восстановить старый порядок. И Людовик понимает, что он должен корону не просто завоевать, он в определенном смысле должен эту корону купить. Он должен купить ее теми уступками, на которые придется пойти ради того, чтобы французы его приняли, и французские политики в том числе, потому что хорошо было бы опереться на те политические элиты, которые выдвинулись в ходе революции. И вот между 1995 и 1999 годом он разрабатывает огромный комплекс документов, который как раз показывает, что он готов пойти на уступки. Он заявляет об амнистии, он заявляет о том, что он готов дать стране конституцию, он заявляет о том, что готов сохранить свои должности за теми, кто выдвинулся в ходе революции, если они принесут ему клятву верности, готов реформировать старый порядок, готов сохранить на время революционную систему законодательства в налоговой сфере. То есть, это был действительно очень обширный и очень введительный проект компромисса. На этом фоне роялисты дважды выигрывают выборы в 1995 и 1997 годах. Но оба раза республиканцы не дают им прийти к власти. В 1995 году не объявили выборы в новый законодательный корпус целиком, то есть роялисты заняли лишь небольшую часть этого корпуса, а в 1997 году выборы кассируются за счет государственного переворота, роялисты изгоняются из законодательного корпуса и значительное число высылается из страны. Король начинает искать генерала, на который он мог положиться, поиски эти оказываются по разным причинам неудачны. Но в 1999 году такой генерал к власти приходит, Наполеон Бонапарт, но он совершает переворот совершенно не в интересах Людовика. И когда Людовик пытается с ним договориться и предлагает ему лавры генерала Монка английского, то есть реставратора монархии, Наполеон довольно презрительно отвечает ему отказом. И здесь, естественно, начинается совершенно другая история. Здесь оценки в историографии очень разные, потому что часть историкова говорит о том, что это и есть собственно контрреволюция. Ведь Наполеон возрождает империю, возрождает квазикоролевскую власть, отменяет республику. Часть историкова говорит о том, что нет ничего подобного, это продолжение революции. А часть историков вполне, на мой взгляд, разумно говорит о том, что Наполеон сумел найти тот компромисс между республикой и монархией, который не сумели найти роялисты. Культура в эпоху революции сюжет очень сложный, очень неоднозначный и не в последнюю очередь, потому что не до конца понятно, что понимать под культурой. Как известно, определение культуры миллион, и часть людей понимает под культурой едва ли не всю материальную жизнь, которую человек окружает. Если рассматривать культуру так, то, безусловно, революция изменила эту культуру кардинально, изменила очень много. Начинается новая эпоха, появляется концепция человека обновленного, как тогда говорили, то есть в новую эпоху должен вступать и новый человек. Этот новый человек должен говорить на новом языке, этот новый человек должен быть иначе воспитан, обладать добродетелями, родителями. Это должен родиться тот человек, который, собственно, пригоден для жизни в условиях нового порядка, нового общества. И для создания этого нового человека, человека обновленного, революционеры сделали немало, огромное количество нововведений в языке и стихийных, и дестихийных. Вообще, в истории французского языка революции посвящен отдельный том, где более 700 страниц с описанием тех терминов, которые появились, но далеко не все из них революцию пережили, естественно, появляются новые концепции воспитания, появляются новые привычки и обычаи повседневной жизни, например, отменяется обращение на «вы», люди начинают обращаться друг к другу на «ты», отменяются обращения месье и мадам, то есть господин и госпожа, начинают называть друг друга гражданин и гражданка, к 93 году это законодательно становится уже правилом, меняются имена, то есть люди отказываются от старых имен, особенно тех, которые были связаны с какими-то религиозными деятелями, ну а значительное количество имен, естественно, связано с этим, начинают принимать имена деятелей античности, республиканцев, грак, например, брут, огромная идет кампания переименований, меняется бесчисленное количество топонимов, монмартр начинают называть монмарат, то есть гора Марата, Леон начинают называть освобожденный город, вот этих перемен несчислимое количество. Если понимать культуру в более узком смысле, более привычную науку и искусство, то эта культура, она, конечно, не только разрыв, но и продолжение того, что было в 18 веке. Вообще, если посмотреть на вторую половину 18 века, век просвещения, век Франции, то не может не вызывать удивления та концентрация деятелей культуры, которая была во Франции в это время. И поэтов, и писателей, и художников, математиков, астрономов, химиков, все они жили примерно одновременно и значительная их часть, естественно, будет жить и во время революции. Ну, несколько имен приведу для примера. Маркиз де Кондарсе, которого называли последним просветителем, кого называли последним просветителем, ну, действительно, он друг Тюрго, друг Вольтера, известный ученый, известнейший философ. В годы Французской революции, в годы диктатуры Монтаньяров, когда он скрывался от властей, он пишет самое знаменитое свое философское произведение, посвященное прогрессу человеческого разума. То есть, в эти вот нелегкие годы для страны и лично для себя, он в этом произведении высказывает, выражает веру в то, что человеческий разум все победит и, собственно, прогресс он видит, как развитие этого разума. Жозеф Луи Лагранш, известнейший математик, президент Берлинской академии наук, переехал во Францию за несколько лет до революции, стал членом Французской академии наук. Несколько своих важнейших трудов пишет именно в это время. Гаспар Монш, другой известнейший математик, отец начертательной геометрии, он творит тоже в это время. И, когда были опубликованы его труды по начертательной геометрии, они произвели фурор в европейском научном сообществе, хотя не сразу их рассекретили, потому что он занимался рельефом крепостей и другими оборонными разработками. Он тоже, соответственно, член Французской академии. И вот эти, да, Антуан Луазье, конечно, который 29 лет стал членом Академии наук, известнейший, великий химик, тоже совершив огромное количество открытий, он, скажем, вводит понятие химический элемент, он уподобляет дыхание сгоранию, он открывает, из чего состоит вода, он открывает, из чего состоит углекислый газ. И тоже в годы революции он активно творил и продолжал свои научные открытия. Вот эти люди, они входят в революцию и начинают участвовать в ней очень активно. Скажем, Баи, известнейший астроном, он занимался спутниками Юпитера, занимался кометой Галлея, он становится лидером третьего сословия в Генеральных Штатах, он становится мэром Парижа и принимает в революции активное участие. ШАП, который строит первую телеграфную линию, это, конечно, тоже было потрясающе, что можно из Леона до Парижа, из Леона до Парижа новости доходят, за несколько минут. ШАП тоже активно работает на благо революции республики. Но и другие деятели науки и культуры, они становятся депутатами, они получают власть. Кондарсе становится депутатом Загонодательного собрания и конвента, он станет автором проекта Конституции Французской Республики, непринятого правда. Ученик Монжи Лазар Корно станет членом Комитета Общественного Спасения, в который входил Робеспьер, получит прозвище Организатор Победы, сам Гаспар Монжи потом станет уже после диктатуры Монтаньяров морским министром. Ну и в принципе ученые, которые работали в годы революции, они конечно работали не сами по себе, не в башне слоновой кости, они работали на революцию, на республику, на победу. Совершаются изобретения в области литья стали, прежде всего, для пушек, и Лавуазье занимался, скажем, разрабатывал новые способы получения селитра, который использовался для производства пороха, разрабатывались способы быстрого дубления кожи для создания военной формы. То есть вот эти ученые, они работают очень активно. Одновременно в годы революции было сделано очень много для того, чтобы сохранить те культурные ценности, которые были созданы при старом порядке. Национальный архив создается в годы революции, Лубр становится музеем в годы революции. И вот по этой линии можно идти бесконечно долго. Была, конечно, и другая линия, почему я, собственно, сказал, что говорить о культуре в годы революции чрезвычайно сложно. Линия, направленная, нацеленная на максимально полный разрыв с прошлым. Это воспитательные проекты, которые были под созданием этого человека обновленного. Высказывалась идея о том, что вообще ребенок себе не принадлежит, родителям не принадлежит. Ребенка нужно забирать у родителей, воспитывать в такой квазиказарме или в общежитии для того, чтобы воспитать из него правильного республиканца, правильного гражданина. Это, естественно, проект эпохи диктатуры Монтаньяров. 14 августа 92-го года принимается декрет, направленный на борьбу, как тогда говорили, с феодализмом, с воспоминаниями о феодализме. И по этому декрету должно было уничтожаться все, что напоминает о старой королевской власти. И, кроме того, ведь огромное количество поместья и не только поместья было национализировано. Значит, нужно было культурные ценности, появившиеся в ходе этой национализации, как-то обработать. И вот следствием этого декрета стало уничтожение огромного количества произведений искусства. Уничтожались библиотеки, уничтожались картины, уничтожались скульптуры, в том числе и античные скульптуры. Версаль пришел в запустение, в Нотр-Даме устроили склад, а фигуры ветхозаветных царей с фасада Нотр-Дама сбили, потому что в них парижская коммуна заподозрила королей Франции и решила их уничтожить, вот как напоминание об этом самом феодализме. Книги, которые были конфискованы, хранились в кошмарных условиях. Те, кто был ответственны за то, чтобы их переписать и сохранить, говорили, а зачем, собственно, нужны эти книги? Нужно оставить несколько революционных творений, а остальное просто сжечь или продать за границу, чтобы получить деньги. Зачем нам эти воспоминания о религии, о деспотизме, о королевском? И вот эта вот политика, она получила уже после диктатуры Монтаньяров при Тормидоре, она получила название вандализма. Было несколько докладов в национальном конвенте, публиковались сведения о том, что происходило. Сведения, конечно, преувеличенные, потому что рассказывали, что в одном городе охотились за врачами и преподавателем, чтобы заменить их невеждами, в другом убивали ученых, в парижских секциях якобы кричали, не верьте им, он написал книгу. И вот все эти сведения, они, конечно, шокировали термидрианское и посттермидрианское, потому что французы стали себя спрашивать, как же так, мы самый культурный народ в Европе, мы несем, как нам кажется, светочку культуры всему миру, и мы, получается, народ вандалов. И пик вот этой политики, он приходится, конечно, на годы диктатуры Монтаньяров, когда многие ученые оказываются в тюрьмах, Кондарсе скрывался от властей, потом его арестовали, он покончил с собой в тюрьме, Ружеде Лиль, автор Марсельезы, находился в тюрьме, внучка Корнеля находилась в тюрьме, Баи, астроном и мэр Парижа был казнен по приговору революционного трибунала, и про это тоже рассказывали множество историй, часто не имеющих ничего общего с действительностью, есть, скажем, история о том, она не подтверждается документами, но она характерна для понимания восприятия этого периода французами, что Луазье, он был арестован, потому что чистая правда, его осудили на смерть, и он якобы просил у революционного трибунала возможность дать ему закончить исследование на благо революции, на благо обороны, и якобы председатель революционного трибунала ему ответил, что революция не нуждается в ученых. Вот эта фраза стала одной из квинтэссенций политики монтаньяров в области культуры, хотя, безусловно, не совсем справедливой. И при Тормидоре, когда начинают это осмысливать, то пытаются понять, а что, собственно, создано и что, собственно, уничтожено. Ведь много чего, естественно, и создано. Художники великие творили в это время. Жан Давид, предположим, считается первым художником, который изобразил на живописном плотне события революции, знаменитая его картина «Смерть Марата». Он будет работать и при Тормидоре, и при Директории, и при Наполеоне потом. Но одновременно, конечно, оплакивались те культурные ценности, которые Франция потеряла. И чтобы как-то компенсировать это, уже в конце революции, при Тормидоре, при Директории пытаются подойти к культурной политике более взвешенно, пытаются заложить основы на будущее. И, в частности, именно в это время основываются те учебные заведения, которые станут очень известными впоследствии. Основывается политехническая школа, и основывается «Коль-Нахмаль», которая сегодня самое, наверное, престижное учебное заведение Франции. А тогда задумывалась как школа для подготовки будущих учителей. Субтитры создавал DimaTorzok